Ну вот, наконец-то мы и вышли к океану. Да, это диво, так уж диво. Сразу чувствуется масштабность, не сравнить ни с озером Телецкое, ни с Байкалом. Для нас это был первый опыт общения с такой большой водной стихией. Очень удивили, к примеру, просто гигантские приливы и отливы. Тихий океан – самый большой океан на земном шаре. Его площадь составляет 179 миллионов квадратных километров, а объем – 710 миллионов кубических километров. Температура воды в этих широтах и в это время года колеблется от 5 до 15 градусов по Цельсию. Температура океана сейчас, наверное, градусов 8. с ним. Вот мы попытаемся в этот солнечный денёк пойти искупаться. Вот, а вы посмотрите. Вообще можно купаться, куда? Да не конечно, акулы. Действительно, денёк выдался на славу. Солнце припекало, в небе были только одни красивые белые тучки, а ветер обдувал нас своим ласковым тёплым дыханием. Мы расположились на берегу и каждый занялся каким-нибудь своим интересным делом. Наш больной товарищ Саша, он же Дон, даже снял ботинки и грел ноги в песке. Серёга, китаец, рассматривал в бинокль, как какой-то очень настырный пограничный корабль, допрашивал небольшое беззащитное рыболовецкое судно. Дима, он же Хохо, пытался заснять хитрую мордочку нерпы на свой новенький фотоаппарат. Ну а Женя, патрон который, просто сидел и смотрел на набегающие волны и думал, что как это замечательно ходить в такие походы. А также, наверняка он думал про великолепную камчатскую рыбалку. Вот оно радостное лицо рыбака. Только что клюнула довольно большая рыба, пока мы не можем даже ее увидеть, потому что очень сильная борьба продолжается уже примерно 10 минут. Вот, наверное, сейчас мы все станем свидетелями, как эта рыба увидит свет божий. Ну давай. Наверное, уже устала там. Но рыба ничуть не устала и продолжала с силой тянуть в глубину. Резко вытащить ее на берег не позволяли старые уже, неподготовленные к такой серьезной борьбе с Настей, хлипкое удилище и никуда не годная катушка. Отказал фрикционный тормоз просто. И с такой рыбой без этой важной детали спиннинговой катушки просто невозможно работать. Вот. Ну и подсак у нас на самом деле маловат для такой рыбки. Туда пол головы влезает. Может быть, две. Борьба продолжалась, наверное, еще минут 10, в продолжении которых приходилось то подтягивать рыбу к берегу, то давать ей возможность отойти подальше, изматывая ее все больше и больше. В конце концов, вот наконец-то выловили наш трофей. Вот такая вот вот рыба. Смешно, да? То есть зацепилась блесна двойничок за верхний плавник. Очень интересно. Вот красивая, да, рыбка? Устала. Ну что ж. Наверно, отпустим мы тебя в синем море. Поймаем еще одну. Так как рыбы у нас было ну просто очень много, большую часть улова мы отпускали обратно. Конечно, если бы это казалось самка лосося, нам было бы труднее сделать такой выбор. По известной причине. Уставшей рыбе потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, после чего она махнула хвостом и ушла, так сказать, в синее море. А это наш лагерь. Мы его разбили на самой высокой точке, платформе отложений, нам это штормами и приливами. Вид у нас был просто грандиозный. С одной стороны наикрасивейшая бухта и Тихий океан, а с другой великолепная долина реки, по которой мы сюда пришли. Вот так скромно, но уютно выглядит наш походный стол. Но самое главное, у нас было, что на этот стол положить, дары природы или точнее море. Товарищ Хохол соорудил коптильный агрегат, который снабжал наш лагерь, просто отменный копченый в ассасины. Че это у тебя тут такое? А это не у меня. Это у нас цех по приготовлению копченой рыбы. Ну и давайте рано съедим. Крабов успеем. Сейчас идет съемка. Темно скоро будет. Свежеполненная рыба готовится по старинным рецептам методом копчения. Что там, куда закладывается? Сюда помещается дрова плюс дымообразователь. А дальше уже ветер делает свое дело. Мы надежно защищены. От чего? От медведей. А что, здесь медведи есть? Говорят, есть. Мы видели следы и большое количество кала медведей. Но на самом деле мы живого не встречали ни одного в мире. У нас есть один фальшвейер, который по школе боится. У нас это скорее чисто психологическое оружие. Мы горды, что у нас есть один фальшвейер. Как пользоваться им мы знаем большими трудностями. Вероятнее всего он нам не поможет. Но осознание того, что у нас есть оружие, помогает нам достигать свои цели. Большой плюс стоянки на берегу – никогда нет недостатка в сухом топливе для костра. Так как берег всегда полон сушеного плавника, дерева вынесенного водой. Нашему товарищу Дону можно было бы дать приз самого заботящегося о лагере. Вот он как легко в тапочках занимается заготовкой дров на вечер. А ведь какую кучу дров нанес. Что можно сказать? Впечатляет. Ведь это самая восточная точка нашей страны. Ну, не считая, что где-то немножко что-то больше выступает. Вот где находимся. Но не успели мы и за стол сесть, как налетели тучи и хлынул дождь. К сожалению, на Камчатке это, вместе с тайфунами, очень частое и продолжительное явление. Вот так. Не успели ужин приготовить, не успели дров натаскать. А может они вовсе не нужны? Он дождь поливает на восточной границе России. А коптильня работает. Ха-ха. Я что-то затяну. Все дрова. Выйдем, она готова у нас. Ну, не знаю, насчет готова. Может сгореть. А чего вы будете ужинать-то? Покажи. А вот икорку соленую с молоком. Хлебушек. Вам не понять, но это действительно хлебушек. Швепс. Шнапс. 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 Вот так швепс пьем. Далеко от родного дома. Далеко от родного дома.